Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Так, давайте к нашим делам сегодня по ситуации в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях, короче говоря, и Запорожской тоже, везде, где наши либо наступают, либо, так сказать, устаканиваются на территории. Так вот, в двух словах так, активного, какого-то огромного наступления сейчас нет, которое заставляет врага драпать там десятки километров. Есть уверенное продвижение в правильном направлении к Днепру, в Херсоне. Мы там вклинились в оборону, но опять-таки мы щадим своих солдат, не шлем их в лобовые атаки, мы просто давим противника из артиллерии, минометов, из танков, и с тем, чтобы они просто отошли, же с доброй волей, же с доброй волей делали очередной, а мы будем занимать территорию. Таким образом мы сохраним солдат, мы уничтожим максимальное количество врага, и добьемся желаемого результата, шаг за шагом выдавливая фашистов, фашистов, например, из той же Херсонской области. По Запорожской, Донецкой и Луганской области там будет по-другому. Да и по Херсонскому левобережью тоже будет по-другому. Вот это все я имею в виду по Херсонской области. По Бавовне я еще расскажу, по Херсонской, и не только по Херсонской, там была Бавовна. Сейчас просто такие наступления, что Бавовне рассказывать как-то несерьезно. Тут раздолбашили склад, а тут прошли через, я не знаю, до этого было, прошли 10 километров, захватили 15 таких складов. Это понятно, потому что Россия везде своих складов понатыкала в таком количестве, что куда ни пойди, везде склады. У них же нет, жрать у них нечего, масла нет, хлеба нет, штанов нет, у них даже трусов женских нет. Судя по тому, что они крадут у наших женщин бэушные. Зато они везде танки подавезли и склады с оружием. Ну вот какая-то такая страна, вы же прекрасно понимаете. Орки, орки, они есть орки. Да, так вот, что сейчас происходит глобально? Глобально происходит выдавливание шаг за шагом фашистов с нашего Херсонского правобережья. Это А. Мы там прекрасно знаем, что по Давыдову-Броду работают, или отработали уже точнее, что в районе, скажем, грубо, в районе середины вот этой группировки лупашат ее на две части и подвинули, подвигают ее сейчас в районе Херсона. Медленно, но уверенно. Кондропупия их налево-направо. Дальше дам больше информации. По Харьковской области, по Харьковской области, наши сейчас заняты тем, что, если раньше мы... Дайте, вот, раньше мы как делали? Мы, президент, в стиле той же самой России 25-26 февраля запускали танковую колонну или механизированную колонну по дороге, она шла-шла-шла и захватывала, освобождала, точнее, Харьковскую область. Сейчас мы пошли вширь и происходит устаканивание нашей власти, основание ее заново во всех абсолютно освобожденных селах Харьковской области. Потому что, сами понимаете, эти люди по 5-6 месяцев там было без власти, там были фашисты, были бандиты, мародеры, которые грабили, насиловали, убивали. Кстати, я себе представляю, сколько сейчас там уже пошли расследования, как в Буча. Заходит полиция, а там такое творилось, господи, прости. Абсолютно Бородянка 2, Буча 2. Еще нам предстоит это все узнать. Сейчас начали там, там только в Балаклее были такие же пыточные, как были вот в Буче. То есть, это все еще предстоит узнать, сейчас полиция будет разбираться пошагово, где там массовое захоронение, где там что после этих террористов. Ну, еще нам это все предстоит узнать. Так что мы сейчас пошли, что называется, в ШИД. Наводить порядок в селах, которые находятся по направлению движения наших механизированных колонн. Таким образом, практически уже в каждое село в Харьковской области зашла уже не армия, а зашла СБУ и зашла полиция. Зашло, кстати, ДБР. ДБР расследует, извините, преступления должностных лиц. Занимаемся отловом коллаборантов. Отловом всех тех, кто изменил Украину и перешел на сторону врага. Они получат соответственное законное наказание. Никакого линча, никакого самосуда. На эту тему у нас есть законодательство и самый справедливый в мире Печерский суд. Предлагаю Печерский суд. Он выносит самые красивые сроки. Обычно, да. Очень такие, знаете. Двузначные. И люди должны, я думаю, вот побегал с триколором там по улице, да. Получил свои 12 лет, дорогие. И можешь иметь удовольствие бегать с таким же черенком, только уже не от триколора, а от лопаты. И 12 или 15 лет работать, не покладая рук, ну как ты хотел на Россию, только на Украину. Вот так вот. Так что с коллаборантами все понятно. Они сейчас, те кто убежал, убежал. Те кто не убежал, ну что. Надо было бежать. Ну видите, тут же тоже Россия, она их просто взяла и бросила. Об этом я, кстати, расскажу. Там целая эпопея с этими коллаборантами. Донецкими, Луганскими, Запорожскими. Как они сейчас драпают. Значит, по Донецкой и Луганской области о продвижении узнаем попозже. Наши там атакуют. Те пытаются контратаковать, но это настолько все убого выглядит. Ну попадают под огонь и их, короче говоря, им не повезло. Да, то есть в настоящий момент, самое главное, чтобы вы поняли, происходит восстановление законной власти в Харьковской области. И выдавление врага из Херсонской области. А также подготовка к контрнаступлению в Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Но в то же самое время происходит пошаговое выдавливание тех же расистов из этих же областей. Так что, ребята, мы немножечко сейчас сбавили темп. Невозможно постоянно такими по 10, по 15, по 20 километров в день делать. Но направление остается тоже. И самое главное, направление главного удара мы узнаем только тогда, когда мы шандарахнем. Вот это самое главное. А видите, расисты сейчас перебрасывают войска с одного угла в другой. Они не знают, где он будет. И не узнают, пока их там не прихлопнет. Слава Украине!